Итак, друзья, продолжаем про убеждения. Предыдущая тема у нас была об убеждениях, о том, как они на нас влияют, эти негативные программы, шаблоны. И я хотела с вами поделиться измененными шаблонами. То есть, когда мы вычленяем какую-то программу, которая на нас негативно влияет, мы можем, понимаете, стать жертвами, скажем так, точнее, не жертвами, ну, условно говоря, да, программ рода. То есть на нас влияет карма это называется, да. То есть все, что с нами происходит, это кармически обусловлено. Наши предки не прожили, не исцелили, а может быть прожили вот именно так, передали нам. Мы получили это как кармический империт для того, чтобы прожить и исцелить. И наша карма такова, что мы не можем ее никуда деть. Мы можем ее только, скажем так, переосмыслить, прожить, переосмыслить и отпустить. То есть она больше нам не нужна. То есть единственный очень важный фактор, который нужно понять, что любая карма, она конечна. То есть все, что мы имеем негативного, неблагого, отрицательного в нашем роду, оно имеет свойство заканчиваться. То есть очень часто говорят, что карма у нас реализуется до 40 лет. То есть мы до 40 лет отрабатываем вот эти вот контракты своих предков, тех людей, которые передали нам это. И мы очень часто, ну как бы с отрицанием относимся к тому, что с отрицанием мы несем. Мы осуждаем, например, людей, которые впились, или людей, у которых был опыт суицидов, или людей, у которых был опыт, скажем, ненависти, или там убийства и так далее. То есть у нас есть определенный отрицательный опыт. У каждого рода есть какой-то опыт негативный. Точно так же, как есть позитивный. Абсолютно нет идеальных родов. Абсолютно. Есть просто люди, в которых более или менее род работает над этим. Но это не факт, что следующее поколение будет над этим работать. То есть вот эта вот родовая преемственность, она прервана. И есть такое сейчас очень сильное осуждение рода. То есть человек не принимает свои проработки. Он не хочет это менять. И есть такая тенденция, как отрезать себя от рода, значит, поменять фамилию, поменять имя, поменять что-то, что тебе как-то намекает на твой род. Вот, в принципе, это не совсем уместная ситуация, потому что ты не можешь это изменить в своем ДНК. То есть в твоей полевой структуре, вот представьте себе, вот такая волновая 12-ступенчатая природа ДНК. И мы хотим взять и уничтожить что-то внешнее, там написанное в паспорте или там то, что мы себя так заявляем. Тогда как человек, который примет это, проработает с благодарностью, отпустит, оно нейтрализуется вот в этом вашем 12-ступенчатом ДНК. И ваши нити станут золотыми. То есть ваши нити вселенной, вот как и называется моя книга, да, нити вселенной. То есть это о том, как мы все связаны, что мы на самом деле и есть вот эта нейронная сеть, нейронная матрица всего мира. Мы и есть части вот этого вот огромного энергетического пространства, которое формируется благодаря нашему развитию, нашему осознанию, нашей способности меняться. И если мы посмотрим на свой рот, как на такое вот плетение всех нитей, мы с вами сможем пробудиться. Мы можем пойти дальше, то есть мы можем исцелить эти программы, ну и соответственно прожить более благостную жизнь. Итак, важно в работе с любым, вот скажем так, это как вот представьте себе огромная волна, а ты пытаешься ее сдержать, или пытаешься ее осудить, или поставить на ней какое-то клеймо, то есть дать ей оценку. То есть в принципе это неуместно, так как волна уже произошла, и стихает волна только тогда, когда ты внутри себя получаешь опыт вот как принятие, да, вот как человек, который умеет плавать, он просто в эту волну входит, и он становится часть этой волны, он становится текучей, и в его движении наблюдается вот это соединение с природой, с миром, с стихией, так и мы. Мы находимся в витиеватом вот этом вот процессе изменений. Вот. И про программы, да, что интересного происходит в последнее время. Значит, когда я пошла в образование, у меня была такая, знаете, ну отрицательное отношение к образованию, определенное в смысле слова. Именно потому, что я попала в мясорубку, в изменения, в разрушение системы образования, в тот момент, когда после 90-х годов в образование было идти не модно, не престижно, и в принципе это было типа по остаточным принципам. То есть ты идешь туда, потому что ты якобы вот ничего другое не умеешь. И люди делали карьеру в бизнес-сфере, в экономических, там в юриспруденции, в экономике, ну и так далее. То есть у образования была такая среда достаточно нересурсная. Я все это считала, что у меня есть ограничивающие убеждения к учительствованию, именно потому что, ну вот в общем это такое время. На самом деле, в моем роду было много учителей, священников, я уже об этом говорила, были люди, которые внесли свой вклад в это развитие, вообще вот образование и создание образов в сознании людей. И вы знаете, после того, как я вот это все очень долгое время обсуждала, я не понимала, что работает родовая программа. Родовая программа связанная с тем, что делали с моими там предками за то, что они кого-то обучали, лечили, сцеляли, то есть многих убивали, многие страдали, получали свои травмы. И у меня сформировалась, видимо, вот эта программа вышла на поверхность. Вот. И когда я стала работать над родом, над кармической вот этой вот частью, я поняла, что мой путь, он вот определён свыше. И я учу людей, неважно где я нахожусь, там в каком бы ни было там учреждении, я не место, в которое можно прийти. Вот у меня теперь есть канал, портал мой, который, собственно говоря, открыт. И на фоне этих голубых небес я получаю информацию и с вами делюсь. Пришла такая мысль о том, что мы осуждаем род, осуждаем вот эти деяния нашего рода. То есть мы осуждаем их выбор, мы не принимаем этот выбор, и мы боремся с ним. Ну и, естественно, мы теряем колоссальное количество энергии, вместо того, чтобы её принять, эту информацию, прожить, проработать и сделать свой выбор. Вот есть хороший фильм, этот, Тайна Коко называется, да, про родовые контракты и про то, как мальчик хотел стать музыкантом, но все в его роду были сапожниками. И вот пока он не узнал о истории своего рода, он так и пока в мир предков не попал, не узнал историю рода, он не исцелился. Вот очень необычный мультик, конечно, учитывая, что он, как говорится, ещё и такой любопытный. То есть есть очень много нюансов, которые вот, в принципе, открывают нам свой, вот эти все взгляды на вещи, да, как работать с нашими родами. Так вот программы, которые я поменяла, я хотела вам их продемонстрировать, записать, чтобы вы примерно узнали, как это вообще пишут, да, людям, ну то, что мне пришло. Я под защитой рода Всевышнего, Небесного Отца моего и Учителей Света. Мне нечего бояться, на пути к Свету мне будут открыты все ресурсы, все инструменты и знания. То есть, когда мы смотрим на род, как на безграничный источник квантовой энергии, мы совершаем квантовый скачок. Наш род начинает открываться. И дошло до того, что актуализация произошла просто необычная. И про Пушкина, вот, слушайте, очень интересная произошла история про Пушкина. Значит, мы, если говорим про род, когда мы его прорабатываем, нам открывается глубже, глубже, как матрёшка. Все восемь частей. Так вот, есть такое понятие, как космород. Космород – это те духовно с тобой связанные, ну, я бы не сказала предки, а, наверное, личности, души, да, которые тоже пришли на эту планету с определенной космической системы. Вот, все писатели, как говорится, да, талантливые люди творческие, они пришли со своей определенной звезды. Так вот, у Пушкина, мы знаем, есть известный образ царевны-лебедь. Царевна-лебедь, код ученого, да, то есть код ученого, архетип дуба, то есть архетип нашего сознания, когда огромный дуб стоит, золотая цепь на дубе том, символ богатства, символ ростовщичества, символ сжимания, то есть когда что-то дуб порабощен этой золотой цепью, и день и ночь код ученых ходит по этой цепи кругом для того, чтобы контролировать сознание архетипичного древнего дуба. То есть дуб – это символ сознания русов, ну, вообще славянского, вообще сознания, то есть великого сознания, божественного творящего на земле. Сознания, которые способны образы создавать вселенского уровня. И в этот момент, когда Пушкин пришел к нам на землю, ну, то есть родился такой вот, скажем, необычный человек, считается, что он был жрец духовный, то есть он обладал знаниями, идущими от ветки по роду фараонов, древнеегипетских жрецов, и ветка по линии славянских жрецов, то есть он такое соединение в себе совместил. Так вот, проходя Пушкина в школе, я участвовала в Пушкинской олимпиаде, я там чего-то победила, чего-то там заняла какое-то место, и после этой Пушкинской олимпиады, и вообще вот дух Пушкина, когда я начала писать, создавать свои произведения, он меня, так скажем, так периодически посещал. А вот, и я так полагаю, что мы, как все писатели, художники, мы связаны на тонком плане все вот с этими развитыми душами. А фамилия, так как моя была Ожегова Анна Олеговна, то есть с детства я была известная, в институт пришла, и Ожегова, как слова Сергея Ивановича Ожегова, я, конечно же, ну, свою фамилию, ну, она у меня уже был отличный бренд. Анна Андрея, это псевдоним, который уже был дан позже. Ну, так вот, и когда я выбрала пойти в психологию, то есть завершить свои картины, родовые контракты, выбрала помогать там людям, помогающим профессию психологическую идти, мне предлагали стать учителем русского литературы. Ну, я в тот момент отказалась и пошла с психологом работать, у меня же была практика, и мне приснился такой сон, что я сажусь на поезд, и передо мной едет, значит, один состав, вот, вправо, а я поехала влево. И вот в этом составе оказался, вижу, дух Пушкина, он вот так вот выглядывается за окна, и мне вот так рукой машет, и он уехал. И я еще так долго думала, думаю, что значит этот сон, вот, Пушкин приснился мне, значит, прощается со мной, куда-то там уехал в сторону. Но это было, на самом деле, символично, потому что на протяжении многих лет я занималась именно психологической работой и отошла, в основном, от своей литературной, как таковой, деятельности. И вот буквально не так давно, когда я решила вот эту школу авторов, значит, актуализировать и начать работать с молодыми, с начинающими авторами, вообще с людьми, которые что-то создают на уровне слова, то есть психология, она в каком-то смысле стала такая достаточно заезженная, и сейчас у нас психологизируют все, кому не попадя, и поэтому я как-то вот решила, что я не буду эту нишу сильно рекламировать. Люди придут, кому надо, кому я как учитель подойду, духовные те и обратятся. Я не буду заниматься глупой рекламой, промоушеном, промыванием ушей. И вот, значит, буквально только я это решение приняла, что я возвращаюсь в свою нишу писательства, что я именно автор, я именно художник слова, и после того, как люди читают мои труды, они ко мне приходят на мои авторские курсы, они не психологические, они духовно развивающие курсы. Когда я это осознала, такова была моя мера понимания, и я думаю, что я, наверное, вернулась в сферу своего глубинного духовного предназначения. Я вышла на ветку косморода, то есть когда ты глубинно на связи со своим источником, понимаешь вообще, что тебе идет дальше. И вот когда это произошло, значит, я вижу буквально вчера сон. Переписав свои негативные программы, приняв свой род, полностью закрываю кармические долги, отработала свой, пронесла свой крест, теперь мой крест – это мой мост в будущее. Я успешно прошла мост и могу сделать пять шагов вперед. То есть я прошла, преодолела свой определенный кризис духовный, физиологический, там всякий разный. Преодолела, нашла вот заболевание, причину, вот эту всю психосоматику, то есть, короче, программу переработала при переходе в пятую мерность, что очень важно, потому что, я так полагаю, мы не должны нести свой мусор и хлам, связанный с историческими событиями, с тем опытом боли, который проживали наши предки, делать это проекцией своей жизни. То есть мы должны быть свободны от чужих грехов и вины, и все это уже прожито. И мы к любовью принимаем, что люди гибли, мучились, страдали, чтобы мы сейчас были счастливы, а не чтобы мы сейчас мучились. То есть наши мучения и страдания должны когда-то, в принципе, прекратиться. Потому что важно иметь отношение здоровое с Творцом, со Вселенной, быть Творцом и Созидателем самому, а не Жертвой и Тварью Дрожащей, да? И вот, значит, когда я это решение приняла, с Космородом соединилась, мне снится буквально позавчера необычный сон. Мне снится, что я попадаю в монастырь. А, сначала мне приснилась фигура такой огромной пирамиды, и эта пирамида напоминала... Точнее, это был Кайлос, Кайлос еще его называют, то есть это огромная гора, и чтобы в нее попасть, были определенные преграды. И я подошла и думаю, как же много преград настроили в душе человеческой, чтобы попасть вот в это вот фантастическое место. А на следующий день был сон, в котором я попала в монастырь, в древний храм. Этот храм был такой древний, сакральный, что туда не попадали простые какие-то люди, а попасть туда могли только определенные люди какого-то там плана. То есть, в общем, людей было там очень немного. И когда я туда попала, я вижу тоже уникальный какой-то космический такой фантастический храм. В этом храме я вижу такую нишу, в этой нише находится чан. Круглый такой чан, и в этом чане находится расплавленное золото. То есть золото, прямо вот этот чан, весь вот золото в нем. И вдруг вижу лежит матрица Пушкина. Вижу такое чугунное изображение, как вот вроде матрицы, которые печатают изображение. Большая такая, как картина. Лик Пушкина, вот с его профилем. И он весь такой, как говорится, валяется где-то там на задворках. И вот он такой весь чугунный, черный. И вот, как говорится, лежит как ненужная вещь, проще сказать. И я поднимаю вот эту матрицу и понимаю, что вот его надо покрыть золотом. Ведь это наша ценность, достояние, величайшее достояние. Матрица Пушкина – это спасение нашего человечества. Потому что он передал нам ключи через архетипы сознания. Он передал нам образы царевны лебедя, которая придет к нам, когда будет Великая война. И которая поможет нам во спасение, во сиять и пройти дальше через вот эти преграды. Он передал нам тайные послания, что вот этот код ученых, вот эти вот вирусы, и вот то, что нас закодировали, и QR-коды, то есть вот это все будет мешать нам двигаться вперед на пути совершенствования и развития. И он это нам все передал, ну, в такой метафоричной форме. Пушкин – это целая галерея смыслов. Это реальная матрица. Золотая, золотая матрица нашего вот этого народа. Я бы сказала, не народа, а косморода. Косморода, то есть рода славянского, рода древних жрецов Египта и так далее. То есть она, на самом деле, в его поэзии полностью представлена. То есть его поэзия – это целый кладезь информации. Борис Годунов, который описывает исторические реальные события. Вот, что там у нас, значит, ну, все произведения Пушкина сейчас нет смысла перечислять, потому что, конечно же, он вечен, его сказки, его сюжеты, его вот эти вот архетипичные образы. И, в принципе, мы, если повнимательнее повспоминаем, мы, конечно, знаем очень вещи, очень многие вещи его наизусть. Вот. В общем, короче говоря, песня, вещи Малеги и так далее. То есть сейчас что говорить, вот открой любое произведение, ты поймешь, что величайшая гениальность там действительно закрыта. И я беру в этом сне, значит, из этого чана золото и вот этим жидким золотом покрываю каким-то вот валиком или кистью, короче, вот эту чугунную матрицу Пушкина. И она становится золотой и сияющей. Я ее вот так поднимаю, ставлю на постамент и вижу где-то неподалеку образ Лермонтова. И мысль у меня такая возникает, что только Пушкина надо покрыть золотом. Я не знаю, почему. И вдруг моя любимая учительница литературы, Надежда Гавриловна Федорова, она тогда, сейчас ныне в мир предков уже перешла, но женщина была достойнейшая. Обучала качественно русскому литературе и я была у нее как это со статусом звезда. Она всегда говорила, вот бальзам на мою душу, одна у нас ожигала, талантливая. Я за всю жизнь встречалась, за 20 лет работы. Ну, конечно, у нее были талантливые ученики, кроме меня, но меня она прям вот выделяла. И я ее не боялась, я ходила к ней на занятия и единственное, я сдавала литературу тогда, когда ее в принципе никто не выбирал. Она была очень строгая и жесткая учительница. Вот, и я сдавала литературу, сдала ее отлично. Ну, в общем, вот в тот момент я слышу голос своей вот этой учительницы, она мне говорит, ты правильно сделала, что покрыла матрицу Пушкина золотом, потому что Пушкин – это солнце русской поэзии, а солнце – это ассоциативная связь с золотом, да, золото, солнце, то есть Ра, Египет, жрецы, то есть все это связано. А Лермонтов – это весна русской поэзии, говорит она мне, и я просыпаюсь. И вот я проснулась и думаю, я покрыла золотом лик Пушкина. Может быть, это не случайно. Может быть, не случайно все то, что происходит с нами, и его наставничество с высших миров и сфер однозначно существует. И его ранний уход из нашего мира и какая-то его определенная, скажем так, личная жизнь абсолютно не умаляет тот гениальный вклад, который он успел внести в нашу архетипичную память. Его вклад бесценен, и его вклад действительно золото, настоящее золото. То есть золото, когда ты вносишь смыслы и меняешь смыслы и символику на уровне архетипов. Когда ты можешь донести до людей истинные значения, истинную духовность, истинные ценности. Так вот, есть литература, читая которую, мы формируем в себя настоящие вот эти нити вселенной и вот эти нейронные связи с этими творцами, с уникальными писателями. И читая Пушкина, Лермонтова, Толстого, читая Тургенева, мы постигаем настоящую гениальность. Ну и в принципе, читая Шиллера и так далее, то есть мы можем перечислять очень много. Вся русская, зарубежная литература, классика, которая классика, это архетипы человеческого сознания. Если ты не имеешь образования и не особо, может быть, возможности имеешь к обучению где-то в престижных вузах, то есть настоящее знание всегда открыто, и это наша литература. Только литература способна научить тебя мыслить полноценными образами, когда ты свои мысли, эти образы сотворяешь и открываешь ворота Вселенной. И очень многие люди сейчас возвращаются к книгам и стараются читать, именно потому, что нам такое количество внедряется ложной информации, ненужных видео, абсолютно бессмысленных мультфильмов, идиотских сюжетов, которые ничего не дают в плане духовном. Не являются духовной пищей, а являются мусором, мусорной культурой, формируют мусорную культуру. Поэтому моя вот эта идея со школы авторов, она, конечно, я думаю, назрела, она актуальна, потому что только те, кто сам создал какие-то уровни Вселенной, могут научить другого сотворять свои Вселенные. И сам творец дал определенные дары тем, кто что-то создает, художникам, писателям, авторам проектов. Он дал уникальный дар сотворять новые Вселенные. Может быть, вот этот образ Пушкина, его матричное изображение, покрытое золотом, оно, конечно, означает, возможно, и воскрешение нашего народа, нашего косморода, чего бы я очень хотела в своей жизни видеть. Спасибо вам, дорогие друзья!